Солдат будущего встанет на защиту Отечества. Курчатский институт получил задание разработать робота, который будет вместо солдат воевать в нашей армии. Проект профинансирует фонд вице-премьера Дмитрия Рогозина. Всего на создание устройства выделили 170 миллионов рублей. Обсудим эту тему с нашим гостем. У нас студия Сергей Мальцев, руководитель компании «Робо-Севи», преподаватель курса лекций «Интеллектуальная робототехника» в МГУ имени Ломоносова. Добрый вечер, здравствуйте. Прежде чем мы начнем задавать вам вопросы, я хотел бы задать вам вопрос дня. Он сегодня был опубликован у нас на сайте, я потом вам расскажу, как ответили наши зрители. Он звучал так. Каких еще роботов не хватает России? Собственно, поводом для этого вопроса была как раз вот эта, та же тема, которую мы сейчас будем с вами обсуждать. Ну да, что есть заказ на разработку роботов военных. Какие нужны еще? И там есть варианты ответа, я вам помогу. Первый вариант ответа – роботов-мигрантов. Второй вариант ответа – роботов-полицейских. Роботов-депутатов. Никакой робот человека не заменит. Не подглядывайте в экран, потому что наши коллеги уже показывают вам, как проголосовали наши зрители, отвечайте самостоятельно. Не, ну это юмористический, конечно, вариант. Вообще, если все серьезно говорить, то любых не хватает, по большому счету, потому что здесь мы сильно отстали от всего мира прогрессивного, особенно от Америки тоже самое. Вот, ну если так, юморком, то, наверное, мигрантов, наверное, не хватает. Не хватает роботов-мигрантов. Вы отвечаете не так, как большинство наших зрителей, которые, насколько я понимаю… Вы так веселее, потому что остальные… Выбрали вариант роботов-депутатов. Ну понятно, да, он самый очевидный на самом деле. Скажите, Сергей, что означают эти заявления представителей нашей военной индустрии? Насколько это все… Насколько это сказки, а насколько это нет сказки? Насколько действительно все это будет реализовано? И что, собственно, из себя это будет представлять? Ну, здесь, во-первых, наши военные, они следуют за мировыми тенденциями. Вот, то есть, ну, все видели там американцев, да, которые показывают своих роботов, которых они… ну, роботов-солдат, по сути. Они всем показали пример, ну и, соответственно, наши военные решили приобщиться ко всему этому делу. Вот, на самом деле, пока еще, как бы, принципиально даже в мире никто это полноценно не решил, да, вот поэтому, ну, как бы, наши военные решили двигаться вполне в мировом русле. Вот, ну, если повезет, то вполне может быть, что и там не сильно отстанем, и, может быть, даже… Ну, подожди, вы только что сказали, что мы уже отстали, причем сильно отстали. Отстали, да. А вы говорите, если будем двигаться в нормальном русле, то не сильно отстанем. Вот сколько нам нужно, на ваш взгляд, человек, который этим занимается все-таки… И как, собственно, надо ускориться. Время, да, во сколько раз нужно ускориться, чтобы не так отстать. Ну, многократно. Ну, то есть мы сейчас отстаем лет так, на 20, наверное, да, вот, практически по всем направлениям. Вот, соответственно, там, американцы лет через 10-20 получат этого солдата в будущее. Вот, соответственно, наш временной промежуток, за который нам тоже нужно не отстать. Потому что вместе с выделением средств были названы такие цифры. Вот я хочу попросить вас их прокомментировать, что США планирует оснастить свои войска робототехникой к 2020 году примерно на 30%, а мы сможем это сделать к 2025-му. Реально? Это не такое серьезное отставание-то? Ну, в принципе, да. Ну, к 30-му году, может быть, и выровнився. То есть, на самом деле, средства там начали выделять не сейчас, да, я вот, в общем-то, занимался военными роботами у нас в России, это уже довольно давно на самом деле, вот, это уже, когда я стал генеральным директором, то я вышел, как бы, в свободное плавание, скажем так, да. Вот, то есть, в принципе, наверстывание идет, и, ну, по моим ощущениям, в принципе, возможно. Главное, чтобы все это правильно организовывалось, правильно тратились средства, распределялись. Вот, то есть, шансы есть, люди у нас талантливые, справятся, деньги будут. А вот я читала, что вы занимались системой видеопозиционирования роботов. Что это значит, видеопозиционирование роботов военного назначения? Ну, в данном конкретном случае эта задача была, ну, больше экспериментальная, да, это стенд, вот. Ну, если широко говорить, ну, это то, чем мы сейчас занимаемся, да, в компании, это навигация роботов, автопилоты роботов, то есть, это возможность роботов ориентироваться в пространстве, возможность их находить, знать, куда им двигаться, то есть, куда перемещаться. То есть, когда робот не знает, куда ему двигаться, он, собственно, ничего... Теряется. ...не может сделать, да, то есть, это вот, собственно, часто... И вы сотрудничали с Министерством обороны при этом? Ну, не сотрудничал, я, как бы, работал в научном институте, который... Который сотрудничал с Министерством обороны? Ну, связан был, да, скажем так. Вы наблюдали, какие разработки у них есть? Да, собственно, что из себя это представляет? Вот к 2025-му или 2030-му году это будет что? Это будет то, что мы видим в эфире, на кадрах голливудских фильмов какие-то такие, значит... Такие люди... Вроде люди, а вроде и не люди. Или это что-то будет? Ну, вот, по моим оценкам, там, опять же, есть военные, есть гражданские применения, вот, в принципе, гражданские, мне кажется, тут даже, может быть, пораньше выйду, да, вот, но, тем не менее, значит, к 2025-2030-му году вполне реально. Вот, и у наших есть, в принципе, возможность, потому что, в принципе, создаются там материальные базы, деньги вкладываются давно уже, то есть, уже лет, наверное, 7-8 вот так вот вкладываются, в принципе, ну, вот, около этой темы, да, вот, в принципе, вполне может быть и получиться эффект. Если вот... Хорошо, деньги-то, я так понимаю, теперь у нас есть. На разработку роботов, а чего не хватает? Не хватает? Давайте попытаемся сформулировать. Не хватает, опыта не хватает, вот, опыта набираться надо, то есть, ну, 20 лет у нас была разруха, да, потом начали деньги давать, и потом нужно опыт награждаться. То есть, американцы развивали свою робототехнику без перерыва, то есть, вот, они вот, как-то они шло и ушло, у них только нарастающим итогом у нас был провал, хотя Советский Союз там был один из лидеров робототехники в свое время, вот, ну, а потом, собственно, людей опытных практически не осталось, кто был, все поразъехались. Вот, собственно, сейчас с нуля все. То есть, шпионы нам нужны? Ну, не знаю, в принципе, сами можем додуматься. На самом деле, американцы не сильно секретят. А Курчатовский институт в силах, как-то все это ускорить? Именно Курчатовский, которому все это передано? Ну, вы знаете, я там всех, наверное, нюансов не знаю, все-таки я с Курчатовским институтом не сильно работал, ну, как, вроде бы, приличный институт. Я видел некоторые статьи людей из института, ну, в принципе, неплохие были статьи. Вот. Что там по факту получится, ну, тяжело мне судить, да, я внутреннюю ситуацию не... Я слегка, слегка не уверена, по-моему. А я не знаю, понимаете, вот их состояние. То есть, я никогда там не был, да, то есть, вот что у них там внутри происходит, я вот лично не знаю, да. То есть, в принципе, потенциально они способны, вот. Потому что, ну, вот статьи, которые я видел, они, наверное, одни из самых таких нормальных вообще в России, да, вот, которые в Курчатовском институте были. Вот именно по околороботехническим темам. Вот. Ну, что там детально внутри, я, к сожалению, не знаю, да. Насколько вам кажется, вот, со стороны, такие заявления, сначала Америки о том, что вот они оснастят свою армию роботами, а теперь наши, похожи на гонку вооружений. Насколько нам грозит гонка вооружений, только теперь уже роботовооружений? Ну, здесь тяжело сказать. Роботы пока дорогое удовольствие, довольно-таки. Ну, опять же, в конце все равно будут люди. То есть, можно, конечно, много денег потратить на роботов, но роботы, они погибнутся, ну, условно говоря, ну, уничтожатся, там, в первые, там, несколько дней войны, а потом все равно будут воевать люди. То есть, в принципе, наверное, да. То есть, какие-то финансы, они будут на это все дело уходить. Наверное, можно считать, что это может быть какая-то гонка вооружений, но тяжело сказать, насколько она будет такой же масштабной, как в советские времена. Ну, в советские, там, когда был Советский Совет. То есть, получается, что, во всяком случае, в каком-то обозримом будущем представить, что вообще все функции, все функции вооруженных сил, будь то Россия или Соединенные Штаты Америки, все эти функции будут выполнять роботы, представить это в ближайшее время невозможно. Ну, да, там, наверное, горизонт, там, лет 50, может быть, можно там считать, что там, может быть, что-то и можно об этом говорить. Вот. Ну, и то тоже, опять же, против, ну, американцы могут так воевать против слабого противника. Если там американцы начнут воевать против России, да, у России есть там ядерные силы и все прочее, вот, то долго не продержатся они на роботах. Никакие роботы здесь уже не помогут. Спасибо большое. Спасибо, Сергей. С нами в студии был Сергей Мальцев, руководитель компании RoboCV.